Всем привет, меня зовут Ромик, я алкоголик и наркоман. Вообще, я Женьку хотел поблагодарить, да, написал мне неожиданно. Это мой брат анонимный, да, мы какое-то там время, ну, назад познакомились. Ну, и как-то так. Вот у меня получилось так, что в моей жизни люди, которые в выздоровлении, ну, такие, достаточно близкие мне по духу, ну, причем я бы сказал бы, наверное, максимально близкие мне по духу, они находятся в других городах. Ну, я не скажу, что это прям далеко намного от меня, но достаточно. И у меня, в принципе, вот как-то так получилось в сообществе. Вот, это и печально, и в то же время радостно, смотря как посмотреть. Поэтому я вот благодарен ему за такую возможность. Поэтому начну, наверное, да, у меня все стандартно там, да. Я из обычной семьи, среднестатистическая, как бы, ну, как бы на жизнь хватало там, да. И один ребенок в семье, правда, да. И все любовь и внимание, да, в детстве было мне. Отец у меня военный, мать у меня домохозяйка, она такая деревенская женщина. Вот, и не знаю там, да, вот, как я заболел. Вообще, в принципе, я медик, у меня вот сугубо свое такое личное представление там, да, вот, по моей болезни, да. У меня очень много намешано в голове. У меня и медицинский взгляд, у меня и, как бы, взгляд и там с позиции большой книги, и с позиции руководства, и с позиции реабилитации. У меня получилась такая сборная солянка, да. Вот, не знаю, мешает это мне, помогает это мне, вот. Но это не решает мою проблему никак, знание, да, моей болезни. Да, но с детства получилось так, что я рос, я занимался там секцией по плаванию, там у нас там было две тренировки в день, утром, вечером. Учился, ну, я так себе на тройку, потому что, наверное, все ресурсы и все желание было нацелено только на тренировки. Учеба как-то всегда была на втором плане, да, не знаю, вот так, наверное, было. Ну, потихоньку, помаленьку, не знаю, это где-то класс, наверное, шестой-седьмой, там, да, это вот я из обычной школы перевелся в спортивную школу, там, да, ну, сказали, либо вы продолжаете дальше плавать, добиваться каких-то результатов, но для этого необходимо будет перевезти вашего сына в спортивную школу, там, да, ну, либо как бы уходить. Но я как-то решение никогда не принимал в своей жизни, вообще никогда. За меня все время как-то принимали мои родители, мама, папа. Я был как-то отрешен. И это тоже, как бы, да, имело определенные, имея до сих пор, там, да, определенные последствия, там, да, в моей жизни. И я перевелся в спортивную школу, потом через какое-то время там плавали. Ну, и как-то так получилось, там, где-то на улице, где-то, там, после тренировок по плаванию, перед учебой, мы пили вот эти коктейли были, да, вот эти коктейли там, да, тоники. И как-то не знаю, ну, просто мы их выпивали. Потом потихоньку в мою жизнь вошел никотин, мы выпивали, мы курили. И как-то я вот так вот попробовал, у меня такое было отношение, что, ну, типа, это отрава, и люди, которые курят и пьют, ну, это вообще, как, ну, конченые люди. И я все время как-то чувствовал себя выше, чем они. Да, у меня было какое-то вот это, какое-то высокомерие такое. А потом я сам погрузился, да, вот в эту алкогольную тему, в никотиновую. Лет, наверное, в 14-15, там, да, когда ребята, ну, я учился в спортивной школе, ребята ходили там, да, и Денис уже оставались, ходили на тренировки. Мы просто приходили с пацанами с утра, там, тренировка начиналась в 6.30. Мы приходили на тренировку, и там из 5-7 человек двое, трое шло на тренировку, а остальная там половина, даже не половина, человека три, наверное. Мы оставались стоять в душевых, мы забивали на эту тренировку, мы включали там 10 душ, и мы просто стояли в этих душах и пропускали тренировку. Я тогда начал обманывать. Обман родителей заключался в том, что когда мой тренер сказал, что мы выгоняем вашего сына с секции по плаванию, потому что он не ходит, я говорил всем, что я хожу. А батя же как бы из тех людей, которые всегда придет и договорится за меня. Батя на любовь и забота заключалась в том, что он все время приходил, решал какие-то такие серьезные моменты за меня, и он готов был грузиться. Ну вот, как бы, да, помогал мне. А я не ходил на тренировки просто, мы забивали с пацанами там как-то так, и всех обманывал. Вот, всплыло это? Конечно, всплыло. Я думаю, что да, всплыло. И потом какое-то время долгое меня там вроде и совесть даже как-то мучила. Ну вот, причем совесть пришла уже как-то после. То есть осознание всех вот этих моих ошибок, да, всех моих вот этих дефектов характера, да, оно приходит позже. Спустя уже время, наверное, когда уже старше становился, уже пришло понимание, да, что я вот, ну, врал. За меня там, да, кто-то ходил договариваться. Потом через какое-то время началось так, что мы с ребятами, короче, пропускали тренировки. Так, считай, сбился. Так, и, в общем, получилось так, что, наверное, лет 15-16 вместо, ну, вот этих тренировок, да, вместо учебы, да, там, да, и вот этих, да, мыслей о том, да, у нас все время были ребята, которые, ну, хотели там, да, я вот там хочу там в ФСБ поступать, там, да. Второй, да мы вот хотим там инженерами стать, поехать там, да, в МФТИ, там, да. Кто-то там информатикой занимался, айтишниками хотели стать, там, да, кто-то там ментом хотел стать, военными, докторами. А я ничего не хотел, я вообще ничего не хотел, мне нафиг ничего не нужно было. Я уже тогда, как бы, так плотно пил, у нас, получается, военная семья, там, да, и, как бы, жили в военном городке, и наши отцы, там, наши компании, они летали за границу и привозили вот этот элитный алкоголь. А ну, мы, как бы, дети, что нам, там, лет по 15-16, ну, и, как бы, мы бухали им. Мы бухали им, и я прям помню, и мы пили все, что пилось, и, не знаю, просто пили, короче. Ну, вот, и все вот эти вот тусовки, их было много. То есть, тренировки отошли, учеба отошла, и, как бы, жизнь строилась на такой, знаете, на какой-то вялотекущей учебе, потому что все учились, и нам говорили, что если вы не закончите 9-11 классов, вы будете на улице, там, да, дворниками, там, да, мне еще и моя классная порочила то, что я буду бомжом, там, да, она говорила, что, говорит, у меня есть, там, какой-то даропредвидение через какую-то, там, блин, четвертую тетку. И, говорит, Ром, я вижу, что ты сопьешься и станешь что-то, там, бомжом. Короче, вот такая история была, представляете, то есть, ну, очень удивительно. Она, там, одному посулила, там, да, раннюю женитьбу, там, какие-то, там, такие моменты, ну, не знаю, мудреная опытом тетка была, возможно, там, что-то она имела, какие-то, там, да, навыки эзотерические. Ну, и вот такую судьбу она мне предсказала, я, что-то, как-то, тогда усмехнулся еще. Думаю, что, она совсем дурочка, что ли, что, она вообще несет. Вот, но улыбался ей в лицо. Вот, и... Лет 18 наркотики попробовал ему уже. К 18 я уже плотно, так как, каждый выходной я пил, ходил в клубы, ругался с родителями, потому что я не появлялся дома, да, то есть, вел какую-то такую вот эту вот, ну, как мне казалось, крутую такую клубную жизнь. Деньги все, которые мне давали, я копил, пропивал. Когда работал, я все копил, пропивал, прокуривал. И мне все время как-то хотелось, там, да, вот, ну, быть в какой-то крутой такой компании, там, да, вот в этих. Я считал, что вот эти клубные пацаны, там, да, они какие-то крутые, да, вот у них есть что-то, да, что обычным людям, которые, там, да, с какими-то целями, там, которые не пьют, которые, ну, чем-то занимаются, там, да. Я считал их лохами, а вот тех, с кем двигался я, я считал, что они крутые. Вот, я все время хотел какого-то престижа, уважения со стороны других, там, да, мне хотелось как-то все время подчеркивать, наверное, свою пустоту и низкую самооценку тем, чтобы быть в каких-то, там, крутых компаниях по типу боксеров, там, да, каких-то цыганей, там, каких-то хулиганов, там, да, ну, каких-то таких, как мне казалось, якобы, да, крутых ребят. Я в таких компаниях двигался, да, но, знаете, как-то вот я там был, но того, что я хотел получить, я там особо не получал, да, но я считал, что я вот как бы, да, тоже крутой такой. Мы бухали бухашку и курили куришку. Через какое-то время я уехал в другой город, я, вот, как его, сдавал эти экзамены ЕГЭ, там, с горем пополам их, там, сдал, там, на 50-70 баллов, у отца была возможность платить за учебу, и вместо того, чтобы уехать в Питер, там, да, и, наверное, погиб, если бы я бы уехал в этот Санкт-Петербург, я думаю, я либо спился или умер от передозировки, я уехал в Тверь, поступил в университет, и, знаете, как-то волей-неволей я так мало-помалу я как-то учился. То есть я учился, да, то есть какое-то время помогали родители, потом они уехали, и началась вот эта свобода. Когда я остался один, я понял, что я один в большом городе, я там студент, у меня есть бабки, и все. То есть пятница-суббота, это мы по стандарту, либо мы что-то бухаем, мы где-то в клубе, да, если еще есть лишние деньги, то мы и бухаем, и это как, и унюхаем, там, да, и курим, короче, и все у нас есть, все в ажуре. Да, и все вот эти компании, да, поначалу, да, вот в этом розовом алкоголизме, в розовом употреблении, они, я их выбирал, я их выбирал сам, я выбирал, что я буду вот с этими, я хочу вот с этими девчонками отдыхать, я буду пить вот этот алкоголь, да, вот это пойло я пить не буду, вот это я употреблять буду, да, я выбирал. И на тот момент мне, наверное, казалось, что моя жизнь управляема, да, она подвластна моему контролю, у меня все нормально в жизни. Вот через пару лет получилось так, что, ну, эта жизнь, она как бы углублялась, наверное, подключилась, что еще подключилась-то? Потом с моими товарищами, там, да, у меня были товарищи по факультету, да, мы с ними тоже, там, да, употребляли, да, и также, там, периодически мы ходили с ними в клуб, мы бухали и употребляли. И всячески, там, да, я обманывал родителей, они перечисляли мне деньги, там, да, что-то там, периодически они приезжали, там, за меня платили деньги за учебу, да, а я все это время, короче, благополучно, как бы, просто прожигал свою жизнь. И настал тот момент, когда вот эти мои товарищи по, как сказать, ну, мои, наверное, да, университетские товарищи, да, с другого факультета, они сказали, слушай, Роман, а мы что-то у нас с проблемой, с учебой начались, да, из-за наших вот этих посиделок. Давай-ка мы, короче, мы, там, один захотел уехать, там, в Москву, второй захотел, там, да, девушку и квартиру. Говорит, мы, наверное, как бы, да, вот, ну, все. Я тогда на них обиделся, я подумал, что они меня кинули, я подумал, что они вообще, как бы, да, ну, козлы, там, да, и заставил на них обиду. Очень быстро я нашел другую компанию, я нашел такого же, да, хламона, как и я, и очень быстро еще нашел несколько хламонов, таких же, как я. Ну, и мы пили, употребляли, и как-то мы учились с горем пополам, непонятно как вообще. Периодически меня отчисляли, я восстанавливался, да, ну как, ну, блин, типа, ну, вообще никак не получалось, как можно совместить жесткие гулянки и, типа, учебу, там, да, там, да, на медика, ну, типа, никак, там, да, оно у меня как-то получалось, и вскоре им пополам, в общем, да, как вот я люблю говорить, я доучился благодаря Богу, коррупции, там, да, и каким-то своим минимальным действием, как бы, да, вот, ну, чтобы мою жизнь, казалось бы, да, загнать в рамки, как будто я ее контролирую, да, вот так вот, да. Ну, и волей-неволей, наверное, годом к 24 годам, наверное, я окончательно спился и исторчался, я не делю болезни, я не делю алкоголизм, не делю наркоманией, но это чисто мое мнение, я проходил по семинару, да, Пискарева, и мне нравится, там стоит корень проблемы эгоизм и эгоцентризм, и для меня этого достаточно, и для меня достаточно то, что я принимаю эту концепцию, и я выздоравливаю по большой книге, для меня на сегодня вот это важно, и, наверное, годом к 24-м у меня получилось так, что все мои друзья, которые у меня были, большая из них часть сказала, Роман, ты, ну, окончательно сбрендил, да, у тебя проблемы с алкоголем, с наркотиками, да, они это говорили очень тактично, ну, вот, родители мне говорили, родители уже жили со мной, то есть они понимали, что с моей жизнью происходит, там, да, какой-то капец, они видели, там, да, там, как я пил, там, как я употреблял, там, да, и, наверное, в университете тоже подозревали, там, да, и я еще занимался плаванием, там, да, параллельно этому, там, да, я создавал какую-то видимость, да, своей жизни, то есть ходил, там, да, на тренировки еще, и периодически получалось так, что где-то кто-то за меня, там, договаривался, потому что я выступал за свой университет, да, и вот, ну, как бы, вот это вот у меня все было, и в 24 года у меня всего этого не стало, меня отчислили с университета, друзья сказали, что я наркоман, алкоголик, родители были драки в семье, да, на этом фоне, да, потому что родители были категорически против это, да, и, ну, всячески меня контролировали, да, они говорили, Роман, у тебя проблемы, иди к психиатрам, иди к наркологам, иди к психологам, я говорил, моя проблема – это вы, и за вас я пью, и за вас я употребляю, там, да, ну, вот, и на секциях, там, да, и на секциях я тоже опозорился, мы ездили на соревнования, и я, там, напился, и в пьяном барагозе, там, разбил дверь в отеле, и, блин, короче, там, за меня моя команда, там, как-то отдувалась, они как-то, там, да, под какой-то залог, под честное слово, там, сказали, да, вот, мы уедем, у нас сегодня поезд, там, да, отпустите, там, до этого, отпустите нас всех, как бы, ну, мы не можем его оставить, там, да, и просто номера, там, телефонов, какие-то паспортные данные они оставляли в залог, там, да, опять же, из-за меня, там, да, из-за вот этого пьяного рамса, и, ну, как бы, родители ненавидели, друзья говорили, что я конченый, там, не знаю, там, получается, ну, на секциях, там, да, мои, не знаю, наверное, коллеги, там, да, спортсмены, они говорили, что, ну, они уже у меня, как бы, ну, просто у меня ничего не говорили, ну, вот, из университета меня выгнали, и я жил иллюзией того, что сейчас вот я устроюсь на работу грузчиком, и моя жизнь поменяется, я попал в программу через реабилитацию, мне нужно было туда попасть, вот, да, ну, это прям было для меня, наверное, частью решения, да, наверное, таким, как сказать, частью решения, потому что я всячески отрицал проблему, я ее не признавал, то, что я весил 60 килограммов, то, что, как бы, вот это все мои последствия не были, я их всячески отрицал, не хотел признавать вообще что-то, не хотел с этим сделать, я этого ничего не делал, ну, и, как бы, такая вот скорбная и печальная нота висела в семье, там, да, и, ну, как бы, родители говорили, мы с радостью будем тебе в тюрьму носить передачи, если ты будешь сидеть в тюрьме, и все, как бы, и вот, как-то так, я от всех отвернулся, от всех закрылся, ушел в изоляцию, и просто медленно я падал вниз, и, причем, не знаю, то ли я решения не знал, то ли я не хотел менять ничего, то ли настолько, как бы, мне было все пофиг, я даже не могу найти ответ, ну, вот, то ли действительно, да, ну, скорее всего, да, отчасти тоже настолько сильное вот это, да, вот это отрицание, сопротивление, да, сильная настолько вот эта вот одержимость, да, что она все перекрывала, да, в моей жизни, да, что вот этих проблесков каких-то, да, где я садился и такой думал, блин, слушай, да, вот, ну, у меня же в жизни полный капец, у меня же в жизни полный капец, что-то нужно делать, когда в последнее время даже этих проблесков, да, становилось все меньше, и мне нужно было просто туда попасть, иначе я бы просто бы сошел с ума и, ну, умер бы, поэтому я прошел там, да, курс реабилитации, и, наверное, там тоже была проделана большая работа, там много было сделано, там, да, для меня там, ну, психологи-консультанты работают, тоже там делали мы там шаги, какие-то задания писали, да, не буду я вдаваться в подробности, да, но все это было, и первое, куда я пошел после реабилитации, это были группы, у меня был сильный страх, может быть, знаете, что есть реабилитации такие там, как, типа, Нижний Новгород, Омск, там, да, когда там, ну, очень жесткие вот эти мотивационные реабилитации, и, ну, как бы, да, мне сказали, Рома, там, да, если вот ты не будешь заниматься, там, да, ну, вот этими группами, там, да, не будешь в социуме двигаться по 12-шаговой программе и делать все, что тебе необходимо, да, ну, ты просто поедешь туда точно, это 100%, да, ну, вот, а я боялся, да, и сам как-то вот думаю, ну, почему бы, как бы и нет, я пошел на группы, пошел на группы, и, наверное, было очень страшно, непонятно вообще, как жить и что делать, потому что там был закрытый социум, был дом, за пределы которого очень редко выходил, как бы, да, много людей, и я вот эту жизнь, как бы, просто боялся, да, и понимание проблемы у меня уже пришло, да, то есть у меня был трамплин, у меня был хороший старт, и, как бы, было понимание, что надо что-то делать, да, то есть я уже отошел от реабилитации, и я пошел на группы, я пошел на группы, я пошел в параллельное сообщество, я долгое время двигался там, я служил, первое мое служение, это было уборщиком, да, я брал номера, мне было давно задание создавать себе группу поддержки, служить, вливаться в сообщество любыми путями вообще, в принципе, чем я, в принципе, занимался, и пытался знакомиться с новыми людьми, с новыми ребятами, у меня был спонсор, причем, у меня был спонсор с Москвы, у меня был спонсор с Москвы, мы с ним виделись, наверное, всего один раз, он приезжал, как раз передавал мне там уже большую книгу, он такой, тоже достаточно... как сказать, неординарный такой спонсор, да, по всем программам двигался, да, и как-то раз я ему говорю, слушай, говорю, блин, а, я пришел на группу анонимных алкоголиков, и мне что-то так плохо было вообще, я подхожу там к одному брату, я говорю, слушай, мне что-то так плохо, а он мне говорит, вон, к нему подойди, он тебе расскажет, что такое срыв, король, типа тебе нужно что-то делать быстрее, а мне что-то плохо было, у меня вроде бы и служения были, я вроде бы шаги писал, и это как его, и с анонимными общался, и жить я жил там, да, у меня как-то жизнь налаживалась, и я как бы, мне так плохо, короче, и потом я зашел в программу анонимных алкоголиков, да, мы прошагали со спонсором, там, не знаю, месяца, наверное, за два большую книгу, вот, да, и на тот момент, наверное, у меня уже было... я восстановился на учебу, тогда была вторая волна ковида, заработал денег на учебу уже самостоятельно, да, платил себе два года учебы, не два года, полтора, полтора года учебы, правильно этому я работал, и не знаю, там, да, ну, был как бы, да, в процессе вот этих, как бы, да, в процессе игру, в процессе служения, шагов работы со спонсором, там, да, вот, и был максимально приближен к сообществу, да, жизнь начала потихоньку налаживаться, потихонечку, помаленечку, там, да, как-то придя вот в это, на сообщество, да, я услышал такое, что в сообществе сбываются мечты, и, как бы, да, для меня одной из мечт было закончить, да, вот этот свой университет, и, знаете, в трезвости я его закончил, это для меня, наверное, очень большой прогресс, и я стал работать по своей специальности, да, и опять же, да, то есть я параллельно этому всегда двигался в программе, да, то есть это служение, там, да, я сам служу в подкомитете по реабилитациям, да, мы несем весть в реабилитации, да, там, может быть, слышали, это Международная ассамблея русскоязычных алкоголиков, мы несем весть через интернет в эти, как у реабилитационные центра, вот, потом, ну, такая активная работа в интернете у нас идет с ребятами, у нас очень много подключений по России, даже где-то в ближнем зарубежье тоже, ну, короче, подключения там чуть ли не каждый день, и, ну, это, короче, очень круто, да, вот это вот, как там говорится, лицом к лицу, модем к модему, там, через интернет, там, анонимные алкоголики говорят на языке сердца, и я вот сейчас, вот, да, говорю этим слоганом, и сейчас я его чувствую, я понимаю, что теперь это такое на самом деле, да, вот, и, ну, я постоянно был в служениях, там, да, даже, вы знаете, когда я выздоровление ставил не на первое место, оставил там работу и что-то еще, я всегда был в служениях, я приходил на группы, и я делал немножко по-взрослому, да, я просто подменял кого-то, я мог самостоятельно остаться, мыть полы, я ходил на какие-то рабочие собрания, я подменял просто своих ребят, которые активно служили, и просто приходил там, да, и для меня важно быть полезным, важно, ну, как бы, важно быть при сообществе, да, потому что это, как бы, да, моя трезвость, это мое выздоровление, да, и если этого не будет, если я буду там, да, не при сообществе, а где-то при работе, при отношениях, там, максимально при семье, и в одержимости чем-то другим находиться, ну, я не смогу жить, я не смогу жить нормально, да, и, ну, для меня на сегодня, наверное, вот эта вот 12-шаговая программа, да, вот эти духовные принципы, вот эта вот, там, да, работа с подспонсорным, там, да, несение вести, там, да, какие-то спикерские, ну, это все очень важно, потому что я глубоко больной человек в душе, да, и, ну, мой дедук очень сильный, да, и стоит мне только, там, да, выпить первую рюмку, либо что-то употребить, там, да, да, и я вновь погружусь в то мощнейшее отрицание, да, где я не вижу проблему, проблемы в окружающих, и нежелание стопроцентное решать эту проблему, да, это вот про меня, и моя степень болезни на сегодня, да, она, как бы, как я понимаю, да, она заставляет меня находиться вот в этом тонусе постоянно, да, я, бывает, где-то думаю, что очень много, там, групп, там, служений, очень много общения с анонимными, там, да, очень много каких-то, там, да, действий я делаю, каких-то в чатах состою, там, да, я постоянно на связи, какие-то проговоры, какие-то обратные связи, там, на вопросы, там, да, какие-то спикерские, да, и я вот в этом живу просто, да, я уже, ну, это пропитало, это часть меня уже, то есть, да, даже если я что-то не делаю, я кого-то слушаю, у меня где-то кто-то может просто вещать, там, да, не знаю, это может быть какой-то семинар, это может быть какой-то спикер, да, это может быть то, что мне хреново, и я пошел на группу, и после помыл полы, там, да, или остался, подменил кого-то, начал мыть чашки, это может быть, там, да, то, что я прихожу на группу, там, да, делюсь опытом, там, да, как я работал, там, сработал со своим эгоизмом, или, наоборот, я больной пришел и рассказал, как я болею, что со мной, там, да, и получил обратную связь, какую-то поддержку, да, для меня на сегодня сообщество – это такая, как бы, да, вот моя домашняя группа, да, вот, ну, в принципе, да, наверное, анонимные алкоголики, которые и, я не брезгую, да, интернет-воздоровлением, да, потому что моя высшая сила, да, вот, Бог, осязаемый для моего понимания, он находится абсолютно везде, он везде, там, да, и, как бы, да, и я везде его получаю, там, да, на группах, как бы, да, я вот благодаря вот этим действиям, там, да, благодаря вот этой программе, я просто живу, я живу, живу, у меня получается жить в гармонии, там, да, вот с этим самим собой, у меня получается выстраивать, как бы, вот эти свои сферы жизни, и выстраивать, да, вот эти все свои сферы жизни, да, получается быть максимально полезным, да, в сообществе, там, да, и, ну, и это для меня на сегодня решение, для меня решение, вот, программа, да, которая изложена в большой книге анонимных алкоголиков, для меня решение, там, да, и мне ложится вот эта вот работа со своими дефектами характера, да, для меня ложится вот этот вот одиннадцатый шаг, вот эта утренняя молитва, вот эта вечерняя молитва, для меня ложатся благодарности, для меня ложится проговор десятого шага, для меня ложится помощь другому по десятому шагу, и, там, да, четверка, да, самая моя ненавистная, самая для меня тяжелая, вот эта вот, наверное, сторона в программе, да, вот это вот отслеживание своего эго, нечестности, страха, корыстия и каких-то других, там, да, проявлений моей ненавистической вот этой личности, да, там, да, и все вот эти шаги, они у меня работают как-то вкупе, бывает не работают, бывает я просто книжник, да, бывает я просто читаю, я просто читаю, я просто читаю большую книгу, я где-то умничаю, там, да, Я где-то спикерю, с умным лицом там, да, с умным выстраиванием каких-то предложений там своих, я рассказываю то, что нужно делать, но сам не делаю, там, да, у меня очень много этого, да, но для меня на сегодня, да, есть программа, есть жизнь, я пытаюсь жить по этой программе, я учусь жить, я стремлюсь к этому, да, и пытаюсь вот эту вот программу перетаскивать, да, на свою реальную жизнь. Применять вот эти принципы там, да, где-то на работе, я учусь, очень сложно дается работа, да, за все то время, как я начал оставаться трезвым, я начал дальше учиться, еще образование получаю, да, ухожу в узкую специализацию, и жизнь, она становится красочнее, эмоциональнее, и в то же время она становится тяжелее там, да, и я учусь воспринимать вот эту вот работу, да, как бы, да, как элемент служения. Я учусь, там, просто работать ответственно, там, да, я пытаюсь восстанавливать сферу семьи, там, да, вот, ну, на сегодня, у меня сегодня я получил диплом, и сегодня я весь день практически с родителями, да, то есть, если раньше отец говорил о том, что, да, ты лучше бы сидел в тюрьме, а мать плакала и ненавидела меня, и называла всякими бранными словами, там, да, то сегодня мы фотографируемся с мамой, там, на фоне, там, да, каких-то достопримечательностей, да, и она улыбается, и отец тоже рад, и, как бы, говорит, дай мне диплом, там, да, и, как бы, это будет, там, мой диплом, там, да, и, ну, на сегодня то, что было раньше, и то, что есть сейчас, там, да, вот, во взаимоотношениях в семье, там, да, появилось какое-то доверие, очень много помощи и заботы поступает, да, и, знаете, честно сказать, там, да, там, да, я вот, наверное, вот эту заботу, да, как один ребенок в семье, там, да, я воспринимаю, как, да, фактор того, что я тоже стал вот этим, да, алкоголиком, наркоманом, но и в то же время, знаете, да, если я смотрю на это с другой стороны, это тоже большая ответственность, да, для меня на сегодня, там, да, вот, ну, сфера семьи, я тоже учусь, там, да, любить, я тоже учусь, там, уступать, я тоже учусь туда не нести дерьмо с работы, не нести какие-то свои обиды старые, там, да, и так далее, там, да, и тоже пытаюсь быть в семье просто сыном, я просто учусь быть сыном в семье, я учусь применять принцип программы, которые мне дали, там, да, принцип служения на работе, там, да, быть вот в каких-то вот в этих шагах, там, просить Бога силой, я до сих пор, до сих пор, я каждый день, если я это забываю, я молюсь Богу и прошу Его о том, чтобы Он оставил меня трезвым, потому что моих сил недостаточно, я не могу сам, я не знаю, как это работает, даст Он мне эту трезвость, не даст Он мне эту трезвость, я у Него прошу, Он мне сил дает, а то, как я распоряжусь этими силами и что я буду делать, это уже зависит от меня, и выберу я либо выздоравливать, либо болеть, да, на что потрачу я те силы, которые Бог мне дает для того, чтобы остаться трезвым при программе, при принципах, максимально полезным и так далее, выбирать мне, и там, да, для меня на сегодня, да, там, да, также в новость, там, да, вот научиться дружить, там, да, применять также эти принципы в дружбе, знаете, вот это вот есть тема, да, не требовать что-то от кого-то, да, а самому им быть, меня тоже этому научили, чтобы быть другом, знаете, вот очень просто, нужно самому мне звонить, спрашивать, как у кого-то дела, самому приезжать к моим друзьям, если они не могут, да, и, то есть программа, да, она научила меня просто, наверное, человеческому какому-то, просто человечности, программа учит меня человечность, программа дала мне совесть, программа научила меня то, чтобы быть человеком, нужно отдавать в отношениях с друзьями, в отношениях в семье, там, да, в отношениях, там, да, с противоположным полом, там, да, вот, ну, вот так вот, и, как бы, да, вот это вот фундамент, да, вот эта работа с подспонсорным, служение при группе, да, там, 12 шаг, там, да, это очень важно тоже, да, быть полезным, там, да, другим алкоголиком, быть полезным, там, да, другому алкоголику в контексте передачи опыта, да, вот, спонсорства, да, в шагах, самому быть примером, там, да, применять вот эти принципы, там, да, и просто жить программой, да, для меня на сегодня уже, я не представляю свою жизнь уже по-другому, я буквально сегодня, на самом деле, если быть честным, ругался, что вот опять сейчас что-то нужно будет рассказывать, делиться, да, и вот это вот действие я мог бы потратить, там, да, допустим, там, не знаю, там, на то, чтобы, не знаю, там, прогуляться и, не знаю, там, помедитировать, подумать, там, да, но я понимаю, что это мне нужно, это нужно мне, возможно, кому-то что-то отзеркалит, возможно, кого-то что-то ляжет, там, да, и я же такой эгоистичный, я же такая эгоистическая личность, что я же всегда думаю только о себе, я мало думаю о других, да, и вот для меня на сегодня, да, программа, она меня возвращает, вот это стоило, там, да, возвращает, что, да, вот, ну, здесь отдавай, здесь звони, здесь меняйся, да, здесь бери ответственность, здесь будь сильнее, здесь делай вот так вот, да, здесь обратись за помощью, да, на сегодня есть четкое решение не пить, не употреблять, на сегодня есть четкое решение, что мне нужна помощь вас, мне нужна помощь Бога, там, да, и мне нужно сообщество, и это такая двухсторонняя работа, и сообщество без меня не может, и я без сообщества не могу, да, и я вот на сегодня, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет послезавтра, да, я вот, ну, живу сегодня, да, и мне нравится моя жизнь, мне нравится моя жизнь, и она сложная моментами, да, есть сложные сферы, такие, как, да, допустим, там, мне тяжело, там, работать, да, на работе, да, мне тяжело применять принцип служения, я, бывает, обманываю, где-то что-то недоделываю, там, да, мне сложно, там, да, выстраивать духовные отношения, там, да, во взаимоотношениях с девушками, для меня это тяжело, потому что я всегда на эго и на корысти, я всегда хочу, я хочу брать, я не хочу ничего отдавать, да, и вот, ну, на сегодня я вот какие-то сферы, там, да, они для меня очень тяжелые, там, да, и в то же время, да, как-то это посмотреть, это очень интересно, и без программы я бы сейчас, ну, точно бы был либо в могиле, у меня есть близкие, товарищи, да, анонимные, в которых, которые погибли от алкоголизма, от наркомании, у меня есть товарищи, которые попадали в сумасшедшие дома, есть товарищи, которые сидят в тюрьмах, и это и мой конец, без, ну, как бы, да, без вот этой жизни по программе, без молитв, там, да, без применения вот этих вот шагов, без группы поддержки, я человек, которого очень сложно вынести, я человек, которому, чтобы поверить в себя, нужно пять человек, там, да, я человек, которому, чтобы признать свою ошибку, нужно, чтобы честно сказали, братан, да ты вот, ну, вообще дурак, что ли, ты вот, ну, косяк здесь, но, честно, ну, ты обидел человек, вот ты не прав, извинись, там, да, сложно все это для меня, Но у меня другого пути нет. Я в программе. На сегодня я выбираю вот эту программу. И какой бы сложной она ни была, я на сегодня, наверное, выберу жить. Я выберу жить и жить в программе, жить вот этой жизнью и применять вот эту программу для того, чтобы искать вот этот контакт, искать вот этой силы для себя. Потому что я когда-то ее утерял. И искать вкус вот этой жизни. Потому что для меня очень важно вот эту жизнь полюбить. Полюбить все то, что меня окружает. И научиться отдавать. И практиковать вот это все. То, чему меня учите вы. То, чему меня учат впереди идущие. Какие-то более опытные, анонимные. Применять это все в жизни. На сегодня это для меня программа жизни. Ну, наверное, все. Спасибо. Спасибо. Всем привет, Маша, алкоголичка. Рома, спасибо большое за спикерскую. Спасибо. Спасибо. Маша, алкоголичка. И я из-за того, что думаю, что они потенциальные алкоголики, я их вожу на всякие кружки спортивные. Потому что я думаю, если они упадут, наверное, им потом легче будет подняться, если у них будет больше навыков. Вот тебе вот это что-то дало, как ты думаешь? Или, может быть, ты водил бы детей своих? Потому что иногда это приходится против их желания делать. Ну, вот примерно такой вопрос. Спасибо. Да, спасибо. Вот, допустим, да, меня родители отдали в плавание с самого детства. И я... Ну, ты слышала мою историю? Помогло ли это в моей жизни? Не провалиться в алкоголизм и наркоманию? Нет. Мне это не помогло. Помогло ли это мне потом? И помогало ли мне это в принципе, да? Я скажу, что да. Для меня вот и до сих пор, да, вот я, наверное, из того рода людей, да, я из... Я все-таки, да, я в прошлом, да, я профессионально занимался плаванием. Были силы, было здоровье. И у меня есть к родителям благодарность за то, что они отдали в эту секцию меня. Как происходил процесс обучения плавания у меня? Меня просто вкинули в воду ребенка и убрали от меня палку. И я так учился плавать. Вообще, я считаю, что своих детей, вот как бы я сделал, я бы точно отдал куда-то. Потому что это то, что придает мне сил на сегодня. Я сегодня себя не представляю вообще без занятий фитнесом, без занятий гимнастикой, без занятий плаванием. Я до сих пор хожу. То есть, ну, в своем более осознанном уже возрасте я уже понимаю, что это про здоровье, это про здоровье, это про дисциплину, это про самооценку, и это про работу со своим эмоциональным состоянием для меня на сегодня, да. И сам сегодня я хожу, ну, занимаюсь боксом, да. Я выпендриваюсь этим всегда, понтуюсь, накидываю пуха, да. Но для меня это важно, потому что у меня низкая самооценка. У меня низкая самооценка, и на сегодня только вот такой, да, вид спорта, он помогает мне чувствовать себя уверенно. То есть, спорт для меня на сегодня, я уже не рассматриваю его как какой-то там, да, что-то прям такое серьезное, какие-то результаты, да. Но я считаю, что это в жизни моих детей я обязательно отдам куда-то. И я буду двумя руками за, там, да, если мой ребенок, там, да, будет футболистом. Я вообще рассматриваю футбол. Я рассматриваю футбол и плавание. Футбол чуть подороже, да, а плавание, ну, что там, плавки, шапка, блин, дачки и мыло с мочалкой и полотенце. Там больше ничего не нужно. Там больше ничего не нужно. И, ну, на сегодня я вспоминаю с радостью те моменты, когда мы ездили со своими ребятами, там, да, с девчонками, с мальчишками в лагерь, там, да, спортивный. Мы всегда были при деле, мы всегда были заняты. И я бы сейчас все отдал, чтобы, вот, да, лето провести вот в этом спортивном лагере, когда, там, неделю, три тренировки в день, хороший сухопаек, далеке от родителей. И родители отдыхают. Оказывается-то, и родители от меня отдыхают, там, да, и я от них отдыхаю. И это круто. Это крутые эмоции. Мне есть что вспомнить. Помимо моего алкоголизма и глубокой наркомании, мне есть что вспомнить, и это очень приятный момент. Я редко что плохое помню из той жизни, да, из занятий вот этих спортом, фитнесом, но у меня на сегодня есть благодарность к родителям, да, есть благодарность к моим тренерам. И я вообще на сегодня благодарен, что вот я физически крепкий и здоровый, да, и там, да, наверное, без вот этого фитнеса и спорта, я не знаю, что бы я делал. Я бы, возможно, даже пропал мне на сегодня и в прошлом, это точно помогало жить. Поэтому это очень крутая тема, и я считаю, что я бы своих близких отдал либо в футбол, либо в плавание, вот, куда-то бы точно сунул, чтобы они были при деле. Спасибо. Спасибо большое за вопрос, за ответы. Следующие денички поставила Ольга. Оля, твое время, твой микрофончик. Да, всем привет, меня зовут Ольга, я алкоголик. Так, Рома, спасибо большое за спикерскую, спасибо, что пришел. Вопросов у меня два, на самом деле. Вот один вопрос, такой просто меня поразило, как быстро ты прошел по книге анонимных алкоголиков. Я думала, я быстро пробежала за пять месяцев, просто как ладнее, быстрее все шаги, иначе я думала, что я умру. Вот, как это у тебя получилось за два месяца, как часто вы вообще встречались со спонсором, если не секрет. И второй вопрос, если не сложно, пожалуйста, раскрой тему восстановления, если ты об этом говорил, но так вот, как бы подраскрой, именно тему восстановления отношений с родителями. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Мы встречались с ним, у меня спонсор, немножко подраскрой анонимность. Мой спонсор был в шагах, и он занимался, ну, он такой, достаточно активный, он ищет все время, постоянно в жизни, он пытался заниматься бизнесом, и он прогорел очень сильно, и он попал в тот период, когда он впал в депрессию, у него не было работы, и, видимо, кто-то ему сказал, что нужно выздоравливать по программе. Ему было очень плохо, хотя он был на большом сроке, там, трезвости, да, там, да, чистоты. И я ему как-то позвонил, и говорю, брат, говорю, что-то мне так плохо, говорю, вот мы с тобой, там, пишем эти шаги, я говорю, я умираю, короче, да, внутри мне просто, ну, херово. Он говорит, Роман, пошли по большой книге, просто погнали. И, видимо, ему настолько нужно было, что у меня постоянно пинал, и мы с ним ругались даже из-за этого, да, то есть он прям эгоистически прям прогибал, короче, там, но толкал меня на занятия, он говорит, я не буду с тобой заниматься, я с ним буду с тобой встречаться через день. По главе в день мы с ним проходили. Я не буду врать, что там, да, не за полгода, месяца, может быть, за три, но мы встречались с ним через день. Если не получалось встречаться через день, там, да, вот, ну, на четвертом шаге долго висели, на восьмерке, на девятке, вот на таких шагах, там, которые нужно было писать и долго делать, искать людей. Вот, ну, в целом это, наверное, там, да, было, ну, может быть, как у тебя, может быть, чуть поменьше, да, ну, нет, месяца три, наверное, да, вот так вот, да, он постоянно звонил мне, постоянно меня пинал, и мы с ним занимались чуть ли не через день, да, потому что он, он прошедший семинар, по семинаристу есть такой Игорь Историк, и у него в семинарах встречи через день, по главе, там, да, через день, и очень быстро пишутся шаги, там не разбираются 250 тысяч обид, там, да, с детства, там просто разбираются 10-15 обид на текущий момент, возмещается ущерб на текущий момент, там, да, и жизнь живется дальше. Все, то есть это максимально, максимально была цель нашей работы, максимально быстро пройти шаги, чтобы обезболиться. И у него это было так, там, да, и вот, ну, как бы вот так, поэтому мы очень быстро шагали, возможно, это было неполноценно, да, прошедший этот семинар, я потом, ну, тут же сейчас, наверное, спустя там, да, полтора-два года я вошел в семинар Пискарева, да, вот этого, ну, все слышали, я очень много слышал всяких моментов про него и плохое, и хорошее, да, но я не, я не, я не трален, я просто впитываю то, что мне нужно, я то, что мое принимаю, то, что не мое, я отбрасываю, я тоже много с чем не согласен, там, да, но для меня именно, как бы, да, вот этого понимания работы, как нужно работать, я смог достичь только спустя, там, да, два круга шагов, да, то есть я дополняю семинар, да, первого анонимного брата, я дополняю семинар вторым, там, да, и для меня вот это, как бы, вот такой вот процесс, там, да, вхождение по шагам, там, да, может быть, это неправильно, может быть, это правильно, ну, как бы, я вот двигаюсь вот так вот. А касаемо восстановления сферы с родителями, после реабилитации они посчитали, что я выздоровел, и я всячески двигаюсь на маске для того, чтобы создавать какую-то видимость того, что я выздоравливаю, они в курсе всех моих анонимных друзей, они в курсе моей жизни, в курсе то, чем я занимаюсь, да, они это видят, потому что я знаю, что если я сорвусь там, да, а в контексте моей болезни это возможно, на сегодня я, может быть, на 99,9% принимаю то, что моя болезнь, она все-таки хронит, и я не принимаю то, что я могу выздороветь от этого, да, возможно, Бог может от этого избавить, там, да, и я неполноценно припоручаю, там, да, но для меня на сегодня, да, я понимаю, что все-таки, да, я хроник, там, да, и я всячески пытаюсь, да, вот, ну, выздоравливать, я очень много обращаюсь, ну, не так, что прям очень много, я пытаюсь быть полезным с родителями, там, да, если раньше я мыл посуду ради того, чтобы мне дали 600 рублей, и я уехал за алкашкой, либо за дозой, то сейчас я просто мою посуду после того, как мы покушаем, потому что я знаю, что это часть моего служения, да, да, и, ну, для меня на сегодня я мою посуду, потому что я часть этой семьи, у меня семья небольшая, у меня бабушка, которая живет на Украине, да, с которой мы навряд ли когда-то увидимся, да, и это очень печально, да, и мне очень больно, да, то, что происходит, да, на сегодня, ну, так, в принципе, да, в моей жизни, в жизни моей семьи, это очень такой тяжелый, да, эмоциональный момент, как бы, больше, наверное, для моих родителей, да, для моего отца, потому что это его бабушка, да, но это на сегодня и моя бабушка, да, на сегодня я звоню своей бабушке на Украину, она там одна, мне когда-то брат сказал, Ром, а что ты можешь сделать? Я говорю, блин, слушай, я вот прям, ну, прям, вот, ну, прям я не знаю, короче, и на фронт не могу, да, и пересечь границу не могу, потому что я предатель сразу, и она не может, и что делать, война? Говорит, Ром, а что мы можем с тобой? Давай, вот, ну, он такой, как бы, да, взрослый дядька, он говорит, ты что можешь? Молиться. Ты можешь быть молитвенником в этой ситуации, да, за мир, там, да, ты можешь молиться за то, чтобы люди перестали друг друга убивать, и ты можешь звонить своей бабушке. И я начал это делать, я начал молиться за мир, я молюсь, до сих пор я молюсь за то, чтобы закончилась война, потому что я все-таки в душе, я хиппи, и я звоню своей бабушке, и, как бы, да, ну, вот, я общаюсь с ней через WhatsApp, там, да, я учусь принимать заботу от своих родителей, для меня это очень тяжело, есть те, кто, мне не нужна помощь, мне нужны ваши советы, идите нафиг, там, да, я вот из этих психов, да, которые не умеют принимать заботу, которые не видят то, что для родителей важно заботиться бескорыстно, безусловно, и я учусь принимать от них заботу, там, да, в каких-то моментах, там, да, я звоню, опять же, да, это взрослые люди, которые прожили жизнь, я учусь принимать их опыт, а как они поступали, там, да, там, у меня есть несколько людей по взаимоотношениям с родителями, да, выстраивание взаимоотношений в семье, это все взрослые люди уже, возможно, которые уже потеряли даже своих родителей, да, они учат меня каким-то простым вещам, они открывают мне глаза, и одна из вещей это была, что я десятину, 10% от своей зарплаты я отдаю своим родителям, потому что батя меня всю жизнь учил, он учил меня 10 лет, я не знаю, какой этого мужчина, ему памятник при жизни не поставить, он доучил меня свою, да, вот эту 10% от своей зарплаты и перечислять родителям, да, самому, чтобы не бедствовать, и чтобы, чтобы, как бы, да, показывать им, что они могут на меня положиться, да, был такой инструмент, он мне даже сказал, ты что, гонишь, что ли, говорит, а что ты, говорит, ну, из-за тебя родители, там, столько всего, там, да, а ты даже, там, да, 10% от своей зарплаты, там, ты не можешь перечислить, там, матери, там, да, на что-то, да, и вот я начал это делать, да, и я делал это, сейчас я, правда, этого не делаю, там, да, ну, как бы, пока так вот, да, там, не знаю, там, я могу, моя мать может мне позвонить, сказать, Ром, хорошая сковородка есть в Твери, она живет в другом городе, говорит, блин, слушай, ты можешь мне ее купить? Да, мам, без проблем, еду за этой сковородой, я покупаю эту Тифаль, потому что это крутая сковорода для моей мамы, и я знаю, что для меня ответственность просто как сына, просто как сына, взять и поехать купить эту Тифаль, там, да, для меня, там, да, слушай, мам, там, что хочешь, там, да, возьми полторы тысячи, там, да ты что, гонишь, что ли? Я тебе купила, там, еду, купила, там, блинов, там, привезла, там, мам, возьми деньги за то, что ты это покупаешь мне, и для нее это, как бы, это задевает ее, она не может так принять вот эти деньги, там, да, как будто бы я плачу за ее заботу, за то, что она делает от души, И для меня на сегодня, слушай, Рома, ты можешь мне купить вот это? Я делаю, да, 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 мам, я могу это сделать. Слушай, а ты можешь мне, не знаю, у меня день рождения, давай мы тебе купим какое-то дерево. Блин, без проблем, мам, давай заказываем дерево откуда-то там, блин, с Южноурюпинска. И вот она садит это дерево, потому что она любит эти цветы. И как бы впустить их к себе в дом. Там, да, позволить маме заботиться обо мне, дать отцу денег на его автомобиль. Батя хочет машину, блин, слушай, а у меня есть денюжка. И там, слушай, ты можешь там, да, дать в долг? Блин, да, я даю. Я гоню, что я дал деньги, там, зачем я дурак, там, блин, такой вот. Я хочу там себе Жигули, там, да, ездить на них зимой боком, там, да, вот мне она нужна, там. Вот с девчонка, чтобы сидела на пассажирском сидении, я был счастлив. Но я знаю, что когда мне звонит отец и говорит, блин, слушай, говорит, моя машина, Ром, это просто бомба. Я понимаю, что в ней есть часть моего ресурса, и я учусь не завидовать, а разделять с ним эту радость. Я вижу, что отец сейчас радуется, да, и я могу ему помочь, там, да, потому что отец очень много мне отдал, мать очень много мне отдала. И когда подвергается такая возможность, там, да, когда мне кто-то говорит, как правильно поступать по отношению в семье, там, да, как любить, как принимать заботу, там, да, как быть благодарным и давать денег, там, да. Не могу помочь, могу быть благодарным, там, да, перечислить деньги, что-то купить, там, да, вот, ну, как-то вот так вот, да. И это меня, моя сфера для меня очень важна, потому что, там, да, тот ущерб, который я нанес своим близким, когда я пил и употреблял наркотики, это возмещение ущерба сквозь жизнь до конца своих дней, там, да. Это значит для меня быть сыном, и в это понятие вкладывается очень много, да, и это и то, что для меня на сегодня, родители на сегодня, они могут положиться на меня, и они говорят, слушай, мы на тебя сегодня можем положиться. Ты подашь нам в старости стакан воды, и для меня это очень важно. Спасибо. Спасибо, Рома, тебе огромное. Ребята, Роман оставил свой номер телефона в чате, скриншотте, записывайте, задавайте ему лично вопросы. И, Ромочка, у нас осталось еще два вопроса, ты можешь остаться с нами, я закрою сначала собрание. Давайте. Я сейчас сначала закрою. И до конца собрания осталось у нас уже не 10 минут, а 7, 7 хожу, сейчас не так часто, хожу в реп-центр онлайн. И вот у меня сейчас девочка появилась, ну, я как наставник с ней работаю, и она мне рассказала, когда она была, она в очень там таком, в реп-центре была закрытого типа, и она рассказала, что очень мало-мало людей, которые выходят с реп-центра, они остаются трезвые. Фактически все идут пить. И как, подскажи, как, я не была в реп-центре, и у меня был одно время такой пунктик, что если я не была в реп-центре, я не должна идти туда весть нести, потому что я их не понимаю, только у нарколога была платная. Подскажи, как можно донести им весть? Потому что мне вот девочка моя, спонсоренок, она говорит, что нас загоняют туда, и вы нам говорите, нам это бла-бла-бла, и мы думаем, говори-говори, там говорящая голова. Как этим ребятам донести весть? Скажи свои рекомендации, пожалуйста, поделись своим опытом, что ты слышал? Да, спасибо. Спасибо. Если можно, я вот, ну, свой номер телефона оставлю. У нас, ну, подкомитет по пятой традиции, да, если кому интересно, и кто хочет поспикерить, ну, напишите, мы в реп-центра выходим через интернет. Ну, напишите в телеграме или ватсапе, я вам ссылки поскидываю, кто хочет просто, ну, 12-й шаг через интернет делать, в реп. Это как, у нас прям целый подкомитет, и, ну, блин, у нас вообще все разные, ребят, люди. Знаете, вот, для меня все-таки, я немножко, да, я не буду врать, я вот делю там, да, есть кто был в репе, кто не был в репе, да. Я с уважением отношусь и к тем, и к тем. В чем вся фишка? Там сидят просто люди, которых силком затащили туда. Единицы людей, которые, вот, знаете, вот, блин, вот у меня в жизни жопа полнейшая. Мне вот, что мне делать? И попал, а, все, в реабилитацию, я поехал. Не идут на группу, а вот едут в реабилитацию. И таких вот, знаете, таких мало. И в большинстве своем это вот, ну, попавшие в реабилитацию, ну, через силу туда, как бы, да, либо достали, либо просто не слышат в танке в таком, что, ну, просто в броне в такой, что вообще просто, ну, не хотят ничего слышать. И много людей пропадает, ты правильно подметила, после выхода с реабилитации, и не доходят до группы. Ну, вот, знаешь, знаете, я вот честно скажу, что, когда я уже был такой, наверное, сроком трезвости где-то от 8 месяцев в Ребе, и приходили люди с сообщества, и они несли весть, и когда я шел на группы, знаете, отчасти это были люди, тоже благодаря которым я туда приходил. Они мне были близки. Вот эти люди, которые приходили к нам в Ребцентр, первый, не первый, там, человек пятый, кому я позвонил, чтобы познакомиться, это был человек, который приходил в Ребу и нес нам весть. Потому что я видел его, я задавал ему вопросы, я знаю его историю, я знаю, что он такой же, как и я. И я звонил ему, у меня было к нему доверие. И один звонок, который я ему сделал, он мне сказал, чувак, группа поддержки 5 человек, и у тебя это должно быть в твоей жизни сейчас, 5 анонимных. Телефонная терапия, это то, что мне нужно было услышать от него. И я позвонил ему, потому что я видел его, он приезжал в дом, в реабилитационный. Я не знаю, был он в реабилитации, не был, но он рассказал просто историю о том, как он, там, да, спортил свою жизнь, там, да, вот этими веществами. И он мне назвал доверие, там, да. И я на сегодня, ходя в реабилитации, пытаюсь донести, просто привлекать, учусь доносить привлекательность нашего сообщества. Я рассказываю о том, что это не то, что я пришел на группу, меня там никто не заставляет быть, меня никто не пинает. То есть я могу ходить, я могу не ходить, там, да. И мне помогают, я помогаю, без них я не могу. То есть, и я делюсь привлекательностью сообщества. Возможно, это кого-то заинтересует, там, да, я не знаю, там, да, возможно, люди с центра видят больше идентификации со мной. Но в нашем подкомитете, вот где мы служим с ребятами, ребята, те, кто пришел с улицы, это не вульгарно, это не просто, я вот так вот говорю, там, да, я не говорю это с целью кого-то задеть или оценить. Они несут весть, и они несут весть нормальную. И мне это ложится, мне нравится, они мне преподносят что-то новое. Мы обмениваемся, и это нормально. Просто есть определенные правила, за которые в этом учреждении, допустим, так же в тюрьме нельзя говорить вот об этом. В наркологии нельзя говорить вот об этом. В реабилитации нельзя говорить вот об этом. И все, то есть в каждом учреждении, где несется весть, есть определенный свод правил. И я могу туда ходить, и неважно, был я в реабилитации, не был, у меня есть желание. Я говорю, я хочу. Расскажите мне, что мне нельзя делать, а что мне можно говорить, и о чем мне с ним, что мне вообще им доносить. Как бы, да, и отталкиваясь от этого, я уже строю свою весть. Там, да, вот, поэтому это, можно ездить и в тюрьмы, и в реабилитации, и в наркологии, там, да. Ну, я нашел себя, вот, ну, как бы в реабилитации. Хотя на сегодня я понимаю, что им там проводится определенная работа. Я не брезгую, я хожу в наркологии, мне там нравится, меня слышат. Это тоже круто, как-то так. Поэтому это тоже 12-й шаг, это тоже несение вести. Возможно, кто-то из них услышит. Я не знаю, но это, как бы, работает. Люди приходят, а значит, это как-то работает. Задают вопросы, значит, интересно. Спасибо. Спасибо тебе огромное, спасибо большое. Последний вопрос от Владиславы. Владислава, твое время. Всем привет, Владислава, алкоголик. Рома, спасибо большое за спикерскую, очень искренне, классно, многое отозвалось. В который раз удивляюсь, какие мы все разные, какие мы похожие. По-многому. Хотела у тебя спросить такое. Скажи, пожалуйста, встречался ли ты уже в трезвости с одержимостью? Потому что я спрашиваю, потому что сейчас сталкиваюсь постоянно со своими одержимостью, находясь на втором месяце трезвости. И если да, то как ты с этим справлялся, или боролся, или не боролся, проживал. И вдруг, если нет, тогда вопрос про друзей. Вот ты рассказывал, что потерял контакт с друзьями в употреблении. Скажи, пожалуйста, в трезвости ты наладил контакт с ними? Или у тебя появился какой-то новый круг вне именно сообщества нашего? Спасибо большое. Блин, прям вот то, что нужно, прям вот я чувствую себя полезно. Мне кажется, мое эго не поместится вон передо мной. Сейчас я получится камеру развернуть. Передо мной вон Волга. И мне кажется, мое эго не поместится в эту Волгу после этой спикерской. Ну, это уже совсем другая история. Вообще, да, я встречаюсь с одержимостями употреблений в трезвой жизни. Блин, два месяца, знаешь, блин, так сложно вспомнить, какие там у меня были, вот честно. Да, я просто тот человек, который всегда во что-то влипает, всегда к чему-то прилипает. Вот, ну, на сегодня я очень сильно, ну, не знаю, как бы, да, может быть, я как мужчина, там, да, я очень сильно одержим похотью. Там, да, и, ну, на сегодня, там, да, как бы, у меня есть решение проблемы алкоголизма. Это и решение других проблем из жизни через большую книгу, там, да. Но на сегодня вопрос с похотью, с одержимостью, там, да, вот, похотью, да, и моим пониманием, что туда входит, там, да, и сексуального плана, там, да, и все-все-все, там, да, у меня она присутствует. И я сегодня не брезгую пользоваться другими сообществами, да, там, да, я, ну, есть куча разных сообществ, в которые я заходил. Я находил анонимных депрессивных, это не по теме, да, я просто делюсь, вот, как вот чисто мой опыт, там, да, это, как бы, не в рамках, да, программы анонимных алкоголиков, я это понимаю, да, но я вот, как бы, рассказываю просто, как было у меня. Это не значит, что нужно делать так, как я делаю, вот, я заходил в другие сообщества, и я на сегодня, я нахожусь и не только в анонимных алкоголиках, да, если у меня есть проблема, и меня доливают какие-то другие недуги, там, да, будь то какая-то депрессия, там, да, будь то какой-то шапоголизм, там, да, будь то какая-то созависимость, будь то похоть, я захожу в другие сообщества. Я захожу в другие сообщества, я делюсь с этим, я рассказываю, я рассказываю о своей держимости, я рассказываю то, что меня беспокоит, я об этом говорю, и я ищу решение, я ищу решение, потому что, блин, я больной человек, там, да, и, ну, на сегодня, там, да, я вот и держим, там, не знаю, там, да, похотью, там, да, сексом, там, да, и так далее. Что я делаю? Я звоню, я разговариваю об этом, там, да, и, опять же, да, я поступаю по-новому, там, да, учусь применять какие-то принципы честности, там, научусь, там, да, не знаю, прислушиваться к другим, там, да, учусь не действовать, там, да, на компульсии, на вот этой одержимости, там, да. Были одержимости жратвой, там, да, я бросил курить, и я просто сменил одержимость жратвой, а, одержимость никотином, там, да, я сменил на одержимость жратвой сладким, и я ем много сладкого, там, да, ну, на сегодня. программа про то чтобы как я понял чтобы заменить вот эту одержимость зависимостью от бога зависимостью от программы до пускай я буду лучше зависим от программы максимально там да вот перегружен программой этими подключениями этими алкоголиками нам этим выздоровлением спикерскими но я буду держим лучше от этого чем до буду там одержим там от алкоголя наркотиков и от чего-то другого то мои одержимости они приводят меня всегда к чему-то плохому вот но с другой стороны есть и нормальный вид одержимости я вот зависимый одержимый человек одержимый человек в плане там до фитнеса я просто из тех кто там любит свое тело там да я качаю пресс для кого-то для каких-то там до девушек я качаю там не знаю там до бицепс там да я бегаю там да я хожу там для чего-то там да для кого-то то есть я одержим на сегодня еще и чем-то здоровым просто мне важно понимать что выздоровление для меня это некий баланс тогда одержимость это полностью уход от реальности во что-то в другое да и на сегодня тогда если я становлюсь одержимым допустим работой там да и подравниваю свою самооценку свою значимость закрываю свои потребности работой мне сложнее вернуться в программу одержимости для меня на сегодня это моя жизнь я состою из этого я не вылечился я такой же где-то одержимый тогда но для меня на сегодня как бы да ну важно вот как бы да говорить об этом говорить об этом и возвращаться впал в одержимость работы так значит что-то вылетело блин ё-моё вылетела сфера я забыл про выздоровление забыл прослужение страданул вернулся к выздоровлению тяжело но возвращаюсь то есть да на сегодня я перехожу от одержимостей сферу выздоровления там да в какие-то в другие сферы там да какие у меня проваливаются потому что одержимость там да это уход в какую-то в одну сферу во что-то там да для меня там да в одержимость какой-то сферы а другие сферы они провалились у меня мне приходится как бы да вот так вот скакать там да на сегодня и я пользуюсь как бы да другими программами я пользуюсь другими сообществами да если у меня есть какие-то моменты ну и конечно же да я вот ну спрашиваю, проговариваю, по десятым шагам я звоню, говорю, я вот сейчас, не знаю, хочу 10 пар кроссовок, я вот хочу много девушек, я вот там сейчас хочу купить что-то, что мне не нужен. Как бы, да, вот такие вот инструменты. Знаешь, я не всегда сам это все делаю, но возможно, это будешь делать ты. А так я тоже живу этими одержимостями, да, и просто у каждой одержимости моей есть какие-то последствия. Ну, вот как-то так. Спасибо тебе огромное, мне ты был очень полезный, спасибо большое тебе за спикерскую.